это самая супер честная проверка омеги справа не настоящая есть отличие в текстуре на есть отличие в цвете грубо говоря 5,5 а тут где-то 5,3 зачем же еще в этой компании генетика тут на русском языке есть наклеечка такая должна быть любом импортном товаре только не списывать точь ну видно что 2 меньше значительно меньше рыбий жир не должен замерзать в россии весь этот бренд фейковый вот так это солгар не оригинальный экстренная запись экстренная новость все описания и писания вся информация внизу под этим роликом закрепленном сообщении в общем это наушники air от max еще спортивное питание генетик на 10 тысяч рублей вам в подарок за выполнение того что кто-то из моих сотрудников напишет закрепленном комментарии вот что нужно было сказать я не знаю я только купил вам наушники в подарок они кайфовые вот и если вам они нравятся и вы хотите то там внизу надо что-то сделать но я почти уверен что поставьте палец вверх и постите видос напишите комментарии заранее хороший это будет кстати ну а кто хочет наушники там все есть информация еще есть инстаграм там всякая другая вежуха телеграм футболки новые сайта тоже внизу вот извините что так вот как-то скомкана просто менеджер мой ругается а мне нужно ехать домой в дочке поэтому всем пока всех обнял airpod max генетик лаб так ребят всем привет будет очень маленький короткий выпуск и небольших частей касается он много раз меня слышали что есть фейк в частности в основном на импортную продукцию которая в россии продается это наши тут все хорошо это тоже вам не надо тут на столе стоит вот две баночки запомню чтобы не перепутать справа не настоящая слева скорее всего настоящий а это может быть и обе не настоящие ну так то но в любом случае не только другу отличаются где они приобретены чтобы сам не перепутал правая левая светом достаточно даже немного хорошо видно выпасть не что было видно отличие сразу изначально по крышке по цвету немножечко отличается металл похоже сделано здорово ну вот есть отличие в текстуре есть отличие в цвете то есть я одну из банок уберу вот так скажу мне кажется выглядит очень здорово стекло все эти вот резьба дата термоусадочка плотная ну выглядит качественно но опять же при ближайшем рассмотрении мы увидим что термоусадка разная по-разному выбиты линия отрыва чуть-чуть отличается даже непосредственно текстура на цвет наклейки этикетки даже дальше шагнуть вам не видно но отличается диаметр у банки не значительно то есть тут-то у нас грубо говоря пять с половиной а тут где-то 5 3 то есть диаметр банки одного чуть-чуть уже ну так это видно только при ближайшем сравнении сейчас я говорю только о отличиях визуально дата разный датер понесение дата она тоже отличается на анализ я это не потащу тащен анализ по простой одной причине что в любом случае человек слову разумный будет неправильно любой разумный человек может приобрести в аптеке продукцию данного бренда нет но человек который разбирается или человек который от рекомендации врач-тренер но если он заботится о кошельке своего ученика пациента мне кажется это точно не товар который стоит рекомендовать первую очередь если мы говорим там сочетанием цена-качество ну давайте надо быть честным естественно я порекомендую наш бренд почему потому что я в нем уверен я знаю вас чаще на то качество которым придерживаются это мой личный интерес а еще я всегда хочу быть честно с вами да да я порекомендовал вам генетик я его тоже притащил не просто так на самом деле надо было конечно сходить на склад и взять 60-процентную омегу мне было лень это просто я взяла шкафчик а вот она тут стояла и все я и достал я сейчас буквально уже через две минутки расскажу зачем же еще в этой компании генетика пока мы это дело уже все посмотрели покрутили распакуем кстати да я крутил все правой левой руке правой руке у меня то что мы считаем точно подделкой в левой руке у меня продукт который ближе похож на то что должно быть у него есть обязательная на любом импорте наклейка с русским переводом на то что тут на русском языке есть наклеечка такая должна быть на любом импортном товаре на котором нету российского языка на ли штуке такой наклейки нету и это банка приобретена у одного из поставщиков российских это и пешка и пешка ранее уже была замечена в торговле поддельной продукции ну и все можно теперь их разбирать если хочется просто капсулы сравнить живую отличаются еще раз мы не говорим о качестве продуктов давать на анализ содержимое я не буду потому что мне просто плевать меня не интересует насколько там качественно делают подделку даже ставить рыбий жир допустим в любом случае наценка известный бренд будет очень высокая сняли мы эти киточку вот этой но очень есть отличие по стеклу даже до более темная немножко но похоже откручиваем правую такая мембранная защита а тут у нас она ой другая смотрите-ка как говорится только не списывать точь-в-точь отличие догадался с подкрышечкой металлу здорово отличие мало кстати оригинала здесь по моему да по моему аптечный аптечная версия открываем теперь до конца срезать не будем откроем это все фольгировано ну рыбы не пахнет даже близко пахнет просто непосредственно самим желатином желатиновой капсулой очень ровненькая капсула отлита она не мутная все с ней визуально отрывается ножка красиво правда ребят нож пушка а сегодня мы не об этом вообще по-другому выглядит фольга на более жесткая металлизированная так ну сама по себе укупорка хорошая да так тоже никаких неприятных запахов а капсулы отличаются причем то что продукт указан одинаковый блин взвешивать будем не будем или не взвешивать ну видно что 2 меньше значительно меньше та которую мы считаем нет настоящий потому что ты кажется это громовая капсула а должна быть полутора граммовая и должна быть такая толстенькая полтора грамма тут мы достанем еще откроем генетику крутая термоусадочка удобно на статусе линия отрыва нанесена дата все в соответствии с российским техрегламентом стоит даже не знаю на самом деле это партия что месяц 22 года тоже вся пенистая изоляция точно так пахнет желатином ближе к этому и вот она размер капсулы граммовый вот мы также можем их положить рядышком все кстати отличается от всех тоже да то есть она отличается визуально генетик посерединке у нас окажется генетик посередине эти по бокам сейчас мы их закрутим для чего я достал 3 капсула интересно вообще наличие омега-3 внутри я не знаю сколько времени держать в морозилке я ни разу не делал я не люблю все эти методы кипячения замораживания капания на пенопласт но просто раз уж чем-то мы занимаемся снимаем видео я вам хотел бы сказать вот о наличии подделки на есть капсулы отличаются я кстати сейчас мы у дмитрия николаевича спросим на самом деле наличие весов хотя бы даже для кухона да то есть у нас капсула генетика тоже она по моему отличается лег даже тут и громовый на наш по длине и наша по длине и в общем да наша капсула длине немножечко более ровная запайка форма кончика другая разные заводы но это не имеет значения мы сейчас что сделать раз два три я это сам только слышал что рыбий жир не должен замерзать поэтому ради интереса проведем эксперимент попробуем заморозить это у нас давай будем читать образец салгар аптечный раз это аптек раз уж мы тут все вместе почему бы и нет генетик мы тоже заверну правильно и и и и и и и так красивым подпишем что-то генетик и соответственно я почему-то думаю что тут конечно же обманывают в подделке тут написано вообще должна быть супер концентрирована 950 миллиграмм и подыха я думаю находится внутри самая простая граммовая капсула с содержанием 30 процентов омега-3 стандартная для рынка она неплохая просто переплата наверное попытки такой подделки составляет в три раза точно плюс еще на неприятное ощущение что тебя наебали тут не подпишем что это и п вот так это солгар не оригинальный вот было есть такое есть такие юрлицы много и так в общем выращиваться байдер возьмем морозилку посмотрим замерзнет что-то дошли мы до морозилочки долго мы этим заниматься не будем я думаю что если там что-то что может замерзнуть за час замерзнет далек за час не замерзнет то и то и не надо это самая супер честная проверка омеги потому что она здесь пролежала ребята в прошлых съемок блин эту колу в холодильнике не убрал ну что за мне кажется должно было замерзнуть все на свете такое количество времени я не верю что могла не замерзнуть честное слово так от омега кинжал пару колы надо убрать в холодильник в любом случае короче две колы в холодильник чтобы остальная была теплая или кто-то захочет уколу выпить пусть мучается сука и пьет тёплую колу правильно ребят так он еще и холодненькая оказывается ништяк да иммунитет хорошая штука деленат какой тут на всякий случай мало ли чё ладно схватили что было более-менее чисто правильно на по а чё напоминать блин я же помню чуть-чуть это мы-то ролик монтируем это сам себе напомню проверяем поддельный солга фейковый сейчас фейкового на огромное количество и еще один брейк который в россии где вы видите в магазине в россии вот эту баночку это бео шварц вот и там 6 поэтому еще есть куркумин витамины мужские женские то есть в россии весь этот бренд фейковый даже на него не смотрите вот да ребят привет на привет теле передать я помню звонили передавайте блять герои ебаные потом только отдача замучает так это у нас ну кстати жиденькая любом случае жидкая да можно не резать чё какая была это фейк это фейк это оригинал погибайте кто сажал да все пакетики подписаны чтобы не думали тщательно запечатал не с той стороны оборвала на конце к этому краешку было ближе соответственно генетика очень быстро смотрите они начинают мерзать ну что из приятного везде у нас рыбий жир это хорошо но уже я уже говорил да что смотрите это фейковый салгар день как маленькие сейчас мы ставим рядышком да это вот это вот он получается да кстати а весы у нас есть аналитические под рукой сейчас я пойду у димы спрошу наврал вот он фейковый салгар да из которого фейковый салгар да он просто растекся да еще крупнее собственно фейкушечка принципиальное отличие почему мне надо покупать фейк смотрите здесь 950 миллиграмм типа и деканда на 1 софт гель в этой капли на меньше размером она меньше весом и судя по всему это простая процентная мега значит там 300 миллиграмм разница в три раза плюс переплата за бренд за фейковый бренд то есть на выходе мы получаем банально в общем будьте внимательны наверное не знаю вставляйте себе образец импортного продукта если вы хотите его приобретать если вам принципиально чтобы был импорт я понимаю люди разные абсолютно и для кого-то это может быть тут разобрались диме зайду спросим одну единственную вещь у него чтобы быть до конца уверен в том что максимально обманывают это весы пусть он ходит снимет лабу-тлабу технологом с капсулы качестве идешь на производство пусть вами встречают его у дверей я легендам свой ключ а лег у меня встретит ребят я в любом случае не знаю имеет ли это значение просто сейчас обратил внимание прошло время подтаяла уже вся омега почему-то именно наша генетиковская самая прозрачная после размораживания эти две более мутные тесно и это ну это оригинал это фейк но вот после размораживания наша самая это точно скорее всего не какой-то контрольный маркер касательно качества ну тоже интересно черепа тебе запихиваю и растаявшие фейковые и это бумажку бумажку ничего не значит я уже перепутал ты помнишь оригинал большой фейк маленький технолог тебе все взвесит и ну что было понимание что там даже вес того что указано на упаковке не соответствует реальному весу капсулы значит объему омега трижиных кислот на этом чем всем пока не подделывайте спортивное питание и не покупайте конечно поддельное спортивное питание если хотите что действительно качественное то вы можете выбрать то что производим мы конечно частности бренд генетик лаб ну или хотя бы ту продукцию тех компаний которые обращаются к нам на производство собственно торговых марок а это более 100 компаний в россии то есть можете быть вы качестве уверены за качество этих компаний отвечаем мы всем спасибо пока пальцы вверх пишите в комментарии какие импортные бренды вам кажется тоже могут быть поддельными возможно возьмем за добрую позицию узнавать подробности и даже сдавать что-то уже непосредственно на анализы а не просто вот так вот на коленке это дело проверять и сравнивать благо у нас оказалась возможность закупить два образца и определить что из них является недобросовестным некачественным продуктом берегите себя пока